В прямом эфире репортера новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. В Одессе похитили мужчину и требовали у его матери выкуп в 70 тысяч гривен. Женщина позвонила в полицию и рассказала, что трое мужчин надели на ее сына наручники, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Полиции удалось освободить заложника и задержать похитителей. Их передали следственно-оперативной группе для проведения процессуальных действий. В вип-зале Одесского вокзала мужчина напугал окружающих мачете. Гражданин России обратил на себя внимание, когда начал ходить из стороны в сторону и громко разговаривал. Его попробовали успокоить, но присмотревшись, сотрудники вокзала увидели, что у беспокойного пассажира есть холодное оружие. Сегодня одесские пожарные тренировались тушить условное возгорание в помещении городского цирка. По легенде, учений пожар возник на втором этаже здания и распространился на площади в 480 квадратных метров. Прибывшие подразделения ГСЧС были подняты по повышенному сигналу тревоги. Целью данных учений было организовать обучение личного состава по тушению пожаров в зданиях и помещениях повышенной опасности, а именно с массовым пребыванием людей. Также сложность тушения пожара заключается на данном объекте в том, что зданию более 120 лет и основные строительные конструкции выполнены из деревянных и горючих материалов, что также характеризуется быстрым распространением пожара. Учения надо проводить для того, чтобы избежать, должен знать каждый человек, куда бежать, как, действие. Работник одесского цирка за многолетнюю работу знает куда, как, все отработано до мелочей. Поэтому мы сегодня показали и пожарные, и работники цирка слаженность. Трудности пожарным в борьбе с условным возгоранием, по словам руководства регионального ГСЧС, прибавило необходимость эвакуации животных, которая, впрочем, тоже была условной. Звери своих клеток так и не покинет. Для нас, для дрессировщиков, самое страшное, что может произойти, это пожар в цирке. Потому что у нас хищники, и мы не можем их выпустить, дабы избежать травм людей. Прежде всего, техника безопасности людей, которые находятся в цирке. Поэтому эвакуируют хищных животных непосредственно в тех клетках, в которых они находятся. Всего же, во время учений, спасатели задействовали 15 единиц спецтехники и 80 человек личного состава. В парке Шевченко вандалы уничтожили информационную табличку возле Александровской колонны. Теперь от стенда остался только ажурный металлический каркас. Скорее всего, понадобилась таблица с описанием исторического объекта охотникам за цветным металлом. В социальных сетях горожане просят мэрию восстановить стенд. Колонна изначально была установлена под патронатом самого Григория Морозли, а капитально отремонтирована летом 2012 года. Григория Котовского со второй попытки все же демонтировали. Рабочие, снявшие мемориальную доску, представили с сотрудниками ЖКС и показали удостоверение. Демонтировать Котовского им удалось при помощи газовой горелки. В первый раз работали ломом, тогда попытка не увенчалась успехом. На просьбы людей представить документы на работы коммунальщики не отреагировали тогда. Неравнодушные к судьбе Котовского, горожане тогда вызвали полицию, но она не приехала даже спустя час после демонтажа. Никаких документов никто не предоставил, просто они его газовой горелкой сегодня отрезали. Приехала машина «Газель», она стояла здесь под памятником, погрузили, ну когда уже сняли, погрузили этот памятник и тут же уехали. Они быстро запаковались и чухнули. Они даже не сказали, куда они его везут. То есть это часть Одессы. Будь он плохой, хороший, если такое будет продолжаться и дальше, на Одессу просто уже, ну, не на что будет смотреть. То есть это история, от этого не убежишь. Абелиск вот этот, он бронзовый, да, его обрабатываешь просто кислотой азотной, и это все чернота слетает, и он становится опять как золото. До этого сам мемориал на фасаде некоторые горожане даже не замечали. Теперь же люди недовольны видом стены, где раньше располагался Котовский. Доска крепилась на металлической конструкции, вмурованной в стену. Там вовнутрь, в этот угол, вмурованы металлические пластины, довольно немаленьким диаметром. Они даже, даже смотря на то, что они его срезали, они его не могли вынуть. Ты смотри, что ты меня закрываешь? Ну и отмечу, что уже во второй половине дня дырявый фасад принялись штукатурить. Существующий пропускной режим в здании Одесского горсовета упрощаться не будет. Причина этому, говорят в коммунальном предприятии муниципальная охрана, желтый уровень террористической угрозы, который был установлен СБУ. Впрочем, при соблюдении всех норм они обещают беспрепятственно впускать всех желающих. А вот участившуюся тенденцию пропуска представителей СМИ с так называемого «черного хода» во время проведения сессии муниципальная охрана объясняет с заботой о комфорте журналистов. Во время проведения сессии заседание исполкома, в то время, когда на центральном входе скапливается достаточное количество граждан, с чем это связано, с регистрацией граждан, также проходят представители СМИ. Для того, чтобы эту процедуру облегчить, открывается дополнительный вход. Представитель СМИ показывает удостоверение и может проходить. Кроме того, представители СМИ могут отказаться от досмотра сотрудниками коммунального предприятия своих личных вещей и клади. Однако в таком случае придется дожидаться полиции, уполномоченной на эти действия. А вот пропустить граждан на различные заседания в мэрию могут лишь при заблаговременном обращении. Факт того, что не всем желающим удается пройти на заседание городских чиновников, в мэрии объясняют, где снотой помещение. В каких случаях это бывает? Когда помещение, в котором проходит то или иное заседание, сессия или какая-то комиссия, не предусматривает вмещения того количества желающих, которые намереваются туда пройти. В таком случае тоже, чтобы не ограничивать, от группы лиц, которые проходят, мы выделяем инициативную группу. Все не зайдут 30-40 человек. Например, 4, 5, 6 инициативная группа, которые проходят и озвучивают все вопросы. При наличии конкретного вопроса и документов, каждый может получить возможность попасть в здание на Думской-1. Любые действия сотрудников муниципальной охраны, которое будет расценено как препятствие для доступа в мэрию, может быть обжаловано в судебном порядке, подчеркнули в профильном департаменте. За последние три недели на дорогах города произошли три серьезных аварии с участием мотоциклистов. По статистике волонтерского центра «Мотохелп» в четырех случаях из пяти неправ водитель автомобиля. Всему виной отсутствие концентрации, мертвые зоны, нарушение правил движения и низкий уровень дорожной культуры. Оформили автомобилист, мотоциклист. Подробнее расскажет наш корреспондент Вероника Годятская. Последнее ДТП при участии автомобиля и мотоцикла произошло вчера на Щерса. Там водитель поворачивал через две сплошных. Мотоциклист получил тяжелые повреждения. О том, как чувствовать себя безопасно всем участникам дорожного движения, вне зависимости от транспортного средства, смотрите далее в сюжете. Поехали с нами. Ямы, утраченные за зиму навыки вождения, мотоциклисты. Весенний список опасностей среднестатистического водителя авто. Но не все так однобоко. Зачастую именно автолюбители попросту не замечают мотоциклистов. Рецепт безопасности прост. Чаще смотреть в зеркала и быть сконцентрированным за рулем. Люди не прогнозируют то, что мотоцикл появляется внезапно из ниоткуда. Да он маленький, он успевает откуда-то перестроиться, что-то объехать. И раз он появился в зеркале заднего вида, а в него люди, к сожалению, смотрят либо поздно, либо редко, либо уже в тот момент, когда они начали маневр. У новичков, кстати, которые только сели за руль, у них есть очень большая проблема с тем, что они включают поворотник только в тот момент, когда они уже начали маневр перестроения. Низкая культура вождения в общем, на дорогах. Автомобилисты наши пренебрегают правилом включения поворота заранее или убедиться в зеркала перед перестроением соседний ряд. Ситуация выглядит иначе в случае с водителями мопедов. Если мотоциклисты, как правило, имеют опыт вождения авто и могут прогнозировать ситуацию на дороге, то водители мопедов подходят к ситуации менее ответственно. Велосипедисты же и наездники мопедов – это ребята, которые только дрвались до движения, им главное двигать свою технику, они пытаются как-то там проезжать мимо всех и не имея достаточного опыта часто создают аварийные ситуации. Культура вождения и взаимоуважения – залог безопасности на дороге. Савелий постоянно в разъездах между США и Украиной. Мужчина рассказывает, в Штатах мотоциклист и автолюбитель – равноправные участники движения. На двухколесном коне чувствуют себя комфортнее именно в Америке. В Америке, во-первых, прекрасные дороги для мотоциклов, во-вторых, автомобилисты очень вежливые и стараются всегда мотоцикл пропустить. В Америке я полностью защищен. В Америке езжу на мотоцикле, который весит 520 килограмм. Это один из самых больших мотоциклов на Земле и, учитывая мой всего небольшой стаж 2 года, я объездил уже очень много на этом мотоцикле. А в то же самое время, если брать здесь, здесь присутствует дикий-дикий страх. За каждым поворотом меня ждет какая-то машина и все меня хотят убить. От автомобилиста требуется внимательность, от мотоциклиста – умеренная скорость и экипировка. Непрофессионалам советуют после весны восстановить навыки на пустой площадке, либо на специальных трассах, а затем уже выезжать на оживленные дороги. Я наращиваю навыки свои здесь, опять же, для того, чтобы выехать на дорогу и быть законопослужным гражданином и мотоавтолюбителем. Вероника Горяцкая, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Экс-главу Захаровской до декоммунизации Фрунзовской райадминистрации Одесской области Дмитрия Франчука заподозрили в растрате государственных денег. Так, в ноябре и декабре Франчук выписал сам себе надбавок на 67 тысяч гривен. При этом его должностной оклад составлял всего чуть более 8 тысяч. Франчук сам себя примировал якобы за выполнение особо важной работы и за интенсивность труда. Франчук возглавил Захаровскую райадминистрацию в сентябре 2015 года по конкурсу, организованному Михаилом Саакашвили. Спустя год и два месяца он был уволен президентом. Ассоциация следственных судей Украины обсудит новый гражданско-процессуальный кодекс. Законопроект, предложенный администрацией президента, содержит свыше 500 статей. В последний раз кодекс меняли в 2004-м. Его новый вариант предусматривает введение понятия электронные доказательства, досудебное урегулирование спора, новые сроки апелляционных и касационных жалоб и многое другое. После заседания и внесения права к ассоциации направит в парламент свое видение законопроекта. Ассоциация следственных судей Украины выработали уже давным-давно следующую стратегию. Если мы не согласны с конкретным пунктом, какой-то частью конкретной статьи, мы обращаемся в Верховную Раду Украины и просим изложить ее в такой редакции, которую мы считаем ассоциацией за необходимым. Надеемся, что народный депутат Украины к нам прислушается. В Одессе волонтеры запустили движение «Особенные животные». Они спасают кошек и собак-инвалидов от усыпления в ветклиниках или верной смерти на улице. А также просят забирать таких животных домой. В субботу зоозащитники откроют выставку, показывая, что кошки и собаки с особыми потребностями ничем не отличаются от обычных. А награденцев отдали. Я увидела пост о Клычке ВКонтакте, о том, что это ребенок-спинальник, ему необходим дом перед Новым годом. И решила забрать его. Клычек может ходить только так. Но его семью это не смущает. Он стал любимцем в доме Стрельцовых. Три года назад его хотели усупить первые хозяева. Но волонтеры не разрешили. Пообещали отдать котенка-инвалида в хорошие руки. Сказали, что его прищемили дверью. И был перелом позвоночника. Даже когда трогаешь позвоночник, чувствуется, что там запавший диск. Вроде бы было шанс на восстановление. Мы делаем массажи. Мы плаваем в ванной. Пока еще можно. Рост позволяет. Периодически. Чтобы оно было спокойно. Чтобы лапки опять могли ходить. А это Бим. Он пока бездомный. Но уже стал любимцем соцсетей. Бимку нашли на промышленной... Моя подруга нашла на промышленной свалке в Шабо. Скорее всего, его избили. И переехали потом трактором. Ну вот, который сгребает отходы промышленные. И он так находился, ну, около месяца, наверное, может быть, в таком состоянии. Когда мы его привезли сюда, были стертые истощенные, в разных паразитах, стертые в кровь задние лапки, потому что он их не чувствовал. Когда его история облетела интернет, нашлись десятки людей, готовые помочь дворняге. Один из неравнодушных даже собрал для Бима инвалидную коляску. Такие в Украине не продаются. А покупать за границей слишком дорого. В чем причина такого состояния? Там перелом позвоночника неоперабельный совершенно. И о какой-то полноценной жизни, полноценной ходьбе здесь речи уже, конечно, не идет. Но это совершенно не значит, что собака совершенно безнадежна. Если найдутся хорошие руки и будут за ней ухаживать, то все будет нормально. Просто ползала по проезжей части в центре города на Вильямсе на улице. Ну, тоже вот подобрала, привезла. Алексей Анатольевич нас осмотрел, сказал, что там тоже проблема с задними лапками. Волонтеры знают сотни таких историй. К счастью, многие из них заканчиваются хорошо. Зоозащитники организовали фото-выставку о животных инвалидах и хозяевах. 8 апреля они покажут, что такие питомцы тоже достойны жить. Анна Граденцева, Михаил Данилов, телеканал «Репортер». Фотовыставка «Признание в любви» открылась в доме с ангелом. Своей работой представил один из самых опытных, известных фотохудожников Одессы Георгий Исаев. Мастер работал в таких жанрах, как портреты натюрморта, а также изображал тематику многоликости старинных мест нашего города. Уже несколько лет маэстро почти не фотографирует по причине утраты зрения. На выставке представлены даже работы, которые ранее никто не видел из серии «Исход». Название «Объяснение в любви» адресовано людям и родному городу. «Я не люблю толпу людей. Жанр и репортаж не моя стихия. Естественно, я этим занимаюсь, поскольку профессионал. Но в основном я люблю пустынные улицы, старые дома. Но и натюрморты, которые мне скажут, меня надо снимать только с этой точки. Песня «В солдатской шинели». Под таким названием в Русском театре прошел праздничный концерт, приуроченный ко дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Для ветеранов на сцене театра звучали песни военных лет в исполнении одесских школ. В городе традиционно проводится конкурс детского творчества «Песня в солдатской шинели». И он проходит во всех школах нашего города, во внешкольных учреждениях. Затем на уровне районов и потом городской этап, финалом которого является традиционно этот концерт. Репертуар наш, к сожалению, сейчас не сконцентрирован только на событиях полувековой давности, но и включает те произведения, которые касаются современных событий на территории Украины. Поэтому очень хочется, чтобы все те люди, которые сегодня в этом зале присутствуют, получили заряд позитива, добра, стремления к миру, которое присуще нашим, безусловно, самым талантливым в мире одесским детям. Мы надеемся, что у нас это получится. Я считаю, что помнить все хорошее, то, что было, то, что было в молодежи, то, что нам дало власть, мы должны помнить, мы должны чтить и рассказывать нашим детям об этом, чтобы они тоже знали. Черноморец может остаться без весенних домашних матчей. Такое решение приняла Федерация футбола Украины из-за плохого состояния газона на стадионе Черноморец. Главное требование – восстановление нормального состояния газона. По словам руководства стадиона, недавно газон пересели, теперь ждут, когда на лысых участках поля вырастет новая трава. Причины плохого качества покрытия директор арены Сергей Сиволап объяснил экстремальными погодными условиями в Одессе в феврале. По его словам, гололед практически уничтожил травяной покров. По прогнозам специалистов, в мае-июне газон укоренится и летом будет в идеальном состоянии. В течение ближайшего месяца Черноморцу предстоит сыграть два домашних матча. 16 апреля команда Александра Бабича сразится с Александрией, а 29 апреля примет «Динамо». На данный момент у моряков уже есть 2-3 варианта с нейтральными полями. Не встало известного одесского футзального вратаря. Павел Цибенко ушел на 37-м году жизни, не сумев справиться с тяжелой болезнью. Врачи диагностировали у него лейкоз еще в конце прошлого года. Цибенко выступал за «Локомотив», «Море», «Лечовец», «Старт», «Марион» и «МФК Одесса». А последние полсезона провел в клубе «Эпицентр К.Авангард» и даже забивал голы. В борьбе с болезнью спортсмена поддерживала вся мини-футбольная общественность Украины. На прошлой неделе стало известно, что Павел срочно нуждается в редкой группе крови. Прощание с одним из лучших футзальных вратарей Украины последнего десятилетия состоится в субботу в 11.30 в Черноморске. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером, удачи вам и берегите себя.